Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Э, пацаны, а где есть Садовая-14? Не говорите ему. А что так-то? Дай сто рублей. Идя сам провожу. А так, чтоб без ста рублей, нельзя? Нельзя. Мороженое хочется. Ладно, убедил шкет. Вот. Сначала дорогу покажи. Ну ладно, пойдем, покажу. Вот. Тебе сюда. Точно сюда? Я что, не знаю, что ли? Ладно, держи гонорар. И шурую отсюда, любителей мороженого, а то сотню отберу. Ага, сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Ёжкин кот! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, Дынин, я тебя за ушами разомну. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Дынин, как же я мечтаю посмотреть твои чистые глаза? Да нет, не завтра, Дынин, сегодня. Говори адрес. Буду через 20 минут. И не вздумай куда-нибудь слиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ё-моё! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Если вы к нам пришли за помощью, то обозначьте, пожалуйста, суть проблемы. Сейчас обозначу. Где этот пляшивый павиан? Это вы о ком? О шефе твоём. Дынин здесь живёт? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Александр Михайлович, что вы кричите? У нас приличное заведение. Может, полицию вызвать? Ага, давай. Заодно МЧС и скорую. Все могут понадобиться. Юандрос. Всё нормально. Что? Это погонял такое? Да не погонял, это имя. Греческое. Означает хороший человек. Юандрос, будь добр, сходи в магазин, купи нам кофе. Только растворимый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу вас, Александр Михайлович, пожалуйста. Что, Дынин, это правда? Решил конкурент-участнике податься? Только скажи мне, Пинкертон, как ты собираешься с преступностью бороться, если я с тобой только чихнул рядом, а у тебя уже в штанах горячо и густо. Александр Михайлович, пожалуйста, не говорите про меня гадости. И знаете ещё, что я вам скажу? Совершенно необязательно бегать с пистолетом, размахивать кулаками. Есть и другие методы расследования. Ай, мама дорогая, и ты им владеешь? Он просто гений сыска. Кстати, что это у тебя за древний грек на оборотах? Мой помощник, кстати говоря, очень толковый. По себя подбираешь, да? Лёлик и Болик. Значит так, Александр Михайлович, у вас ко мне какое-то дело? Ага. Хочу тебе рыло на бок свернуть. Что случилось, Александр Михайлович? Ты что, мне за наколку долбасота? А что? Хорошая наколка. Я точно знаю, там полтора месяца уже фасуют спайс. Проверенная информация. Да? Тогда объясни мне, почему по указанной тобой адресу никакого спайса не оказалось. Зато меня там дожидалась осколочная граната. Если б меня что-нибудь оторвало, я б тебе оторвал то же самое. Тише, тише, спокойно. Держите себя в руках. Мне кажется, произошла какая-то ошибка, я не знаю... Значит так. В качестве компенсации соберешь мне максимум информации о крышующих спайсовый рынок. Александр Михайлович, у меня уже теперь свой бизнес. Молодец. А еще узнаешь мне все про адресочек, где меня так неласково встретили. И про хозяев, конечно. Александр Михайлович, уши оборву. Пинкертом! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ха! Визучий Максович! Здорово-здорово! Что-то на дачку не заезжал, что ли? Так это фартануло тебе. А кого же там шандарахнуло? Бомжи, что ли, к тебе заезжают? Простите, дружище, вы о чем? Какая дача? Почему думали, что у вас там шандарахает? Вы, случайно, не ошиблись? Так я еще и не закончил. Ты, брат, на чужую территорию залез. Это, знаешь, опасно для здоровья. Пожалуйста, не морочь ты мне голову. Можно я пойду? Спайсом торгуешь. А я знаю, что торгуешь. Только это Михей огород. Короче, на первый раз предупреждаем тебя. А это мы, значит, сейчас друг друга пугать будем? Слышь, коммерс, будешь банщить спайсом, следующая граната не у тебя на даче взорвется, а в твоих штанах. Ты меня понял? Ты за меня не беспокойся. Ты свои нервы береги. Йогой, что ли, займешься? Говорят, помогай. Хорошего дня, дружище. Уборзый, а! На кладбище торопится. СТУК В ДВЕРЬ А, пойдем. Стоять. Варвара Семеновна, ну чего же вы так редко к нам заходите? Нельзя так надолго бросать подчиненных. Ведь как хочется согреться теплым командирским материнским словом. Я сейчас тебя таким теплым материнским согрею. Подойди-ка ко мне. Что-то вы меня пугаете. Да? Только что с заводства Маяк вызывали взрывотехников. Бомбу нашли. Так это летчики потеряли, они всю зиму туда-сюда летали. Обронили, наверное. Пойду-ка им позвоню. Стоять. Тебя там видели. Даже твой словесный портрет составили. Вот детишки пошли, а! И денег вытянули, и тут же сдали с потрошками. Мы ведь с вами такими не были, правда, Варвара Семеновна? Как ты там оказался? И кто взорвал гранату? Я откуда знаю? Там записок не было. Что ты там делал? Мне стукнули, что там фасует спайс. Я решил проверить. Проверил? Проверил. Ничего. Но за последний месяц уже шесть обкурившихся трупов. И в больнице чуть ли не каждый день любителей покурить привозят. Но это надо прекращать. Надо прекращать? Ну не в одиночку же. Ну почему ты везде один-то лезешь? Ну тебе мало доставалось? Ну таким уж у меня мама одиноким волком родила. Значит так, одинокий волк. Через час отчет должен быть у меня на столе. Понятно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Здравия, Владимир. Я чего зашел-то? Пообщаться, наверное. На норму я свою выполнил. Ладно, пойду от греха. Тома, надо бы позиции по аналитикам увеличить, потому что в наличии практически ничего у нас не осталось. А заявки от аптек продолжают поступать. Вадик, у нас тут путаница какая-то, смотри. Что? Смотри. Вот у нас транквилизаторы. Да. Желчегонная группа. Антидепрессанты. А где сульфаниламиды? Подожди. Пойдем-ка в офис посмотрим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ага, товарищем фармацевтом. Макс. Привет, Том. Привет. Очень хорошо, что ты появился. У нас образовался про вис по обезболивающим. Может, подсобишь? Сколько нужно? Том, покажи ему. Угу. Пожалуйста. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, граждане Казанцевы, у нас у всех сейчас трудные времена. Ну, давайте я вам сделаю поставочку покрупнее. У нас же все даже как-то несерьезно. Макс. Ну, давай откровенно. У тебя вся линейка лекарств по льем и сертификатам. Я думаю, для всех будет лучше не слишком увлекаться. Да что вы все боитесь? У нас что в городе? Мор начался от контрафактных таблеток. Максик, мы берем у тебя почти десять процентов от всех наших потребностей. Это очень прилично. Это до неприличия мало. Хорошо, что ты хочешь? Ну, дружище, ты же знаешь, я хочу войти в бизнес. Я готов для этого внести свою долю денежных средств. Ты мне сумму можешь потом назвать. Главное, услышать тебя, принципиальное согласие. Все. Я так понимаю, ты для себя уже все решил. А моим мнением поинтересоваться не желаешь? Ну, что ты все? Ну, ты же сам говорил о расширении бизнеса. Ну, вот он я. Макс, расширение бизнеса, это, конечно, очень хорошо. Только есть одна проблема. И она касается твоего участия в нем. Дружище, ну, я же по жизни решаю возникающую проблему. Ты мне ее обозначь, и она будет решена. Обещаю. Видишь ли, Макс, я боюсь, что данную проблему ты вряд ли решишь. У нас с Томой уже есть партнер? Угу. И он будет категорически против раздробления прибыли. А давайте я с ним поговорю. А не будет он с тобой разговаривать? Это во-первых. А во-вторых, я боюсь, что после этого у нас с Томой могут быть проблемы. Вать, ну погоди, ну... Макс! Нет! Нету, еще раз нет! Ты можешь претендовать только как посредник, и то по определенной квоте. Все. Прости. Да понял я все, дружище. Я тебе сделал предложение, ты отказался. Хотя лучше, конечно, со мной сотрудничать. Ладно, всем привет. Пока, Макс! О! А чего ты грека с собой приволок? Я вам не грек. Я из Питера. Как фамилия твоя? Грек из Питера. Не твоя фамилия, а ваша. Хронов. Ну что накопал, Дынин? Юандрос. Будь любезен. Справка. Читайте, Юандрос Кренов. Хронов. Я и говорю, читай давай. Справка. Я что, я... Пункт первый. Рынок спайсы или курительных смесей в нашем городе полностью контролирует Михей. Поставки производятся раз в месяц из Китая. Ближайшая поставка предположительно завтра. Пункт второй. Дачная постройка в садоводстве Маяк по улице Садовая, 14, на данный момент уже полгода как выставлено на продажу. Пункт третий. Связь между хозяином дома Сучанским Ие и Михеем никак не прослеживается. Вы довольны, Александр Михайлович? А что имя-то твое означает? Хороший человек? Ну, я так его и буду называть. Александр Михайлович, теперь вся информация платная. Скромнее надо быть, и люди тебе потянутся. Ну, будь здоров, Денин. И ты, Юандр Схренов. Может, по лицу ему надавать? Больно. СМЕХ СМЕХ Я упорец. СМЕХ Ну, как хорошо бы. Мам, у нас посуда не вымыта осталась. Пусть стоит. Вот хоть бы кто-нибудь пришел и вымыл, а? Угу. Угу. И пол заодно. Угу. Ну, скоро шнурки не сможем завязывать. Будем как две каракатицы друг перед другом ползать. А ты это к чему? Да так. Просто. Не, ну вообще-то скучно. Мы с тобой или лежим, как две шпротины, или лбами сталкиваемся. Скоро выйти друг от друга станем. Хочется какое-то разнообразие. Ты что, по Васечке соскучилась? Ну давай, позови его. Прибежит победителем. Или тебе плохо со мной? Хорошо. Хорошо. Ну, с Васечкой лучше. Маша? Здрасте, Елена Андреевна. Счастливый отец нарисовался. Легок на помине. Мам, ты иди, я тебя догоню, ладно? Привет. Привет. Маш, мне... мне плохо без тебя. Уже два месяца как дураки по родным квартирам живем. Ну, дурак из нас только один. Ну... ну, погорячился. Ну, с кем не бывает. Ты тоже, знаешь, не каждый день мягкая и пушистая. Хуже было бы, если мне все равно было. Чего, правда, соскучился? Чего? Что, не видно? Ну, я теперь шантажировать тебя буду. Ты готов? Согласен. Ну, Васечка, смотри. Тогда запоминай. Не спорить, голос не повышать, полное доверие, максимум внимания и безграничное обожание. Справишься? С последним справлюсь. Не поняла. С остальными тоже постараюсь. Ладно. Прощем. Приготовлю сегодня праздничный ужин. А... С мамой разберемся. Ну, если сможешь прорваться в квартиру, то так и быть. Я прикрою законного супруга в груди. Музыка. 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 Михей, ну-ка, притормози. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тебе чего, Михалыч? Да разговорчик образовался. Ну так поднимемся. Чего здесь мордами торговать? Морды у твоих тузиков. Ты посмотри, какой собачий питомник образовался. А у приличных людей приятные лица. К тому же я не люблю, когда столовкой пахнет. Ты бы не нервировал у Михалыч парней? Или говори, или уходи. Ну, понимаешь, прошел слушок, Михеич, что ты спайсом торгуешь. А ты меньше слуха бьешь. Что нас по телеку показывали? О! Да это ты заведующий по дерьму, да? Чего? Точно ты. Так вот, от ваших смесей люди дохнут. Мы в гробы никого не укладываем. Дохнут те, кому уже положено сдохнуть. Да что ты говоришь? Ну путевочки-то на кладбище ты выписываешь. Угу. Слышь, капитан, голову не морочь. Ладно, морочить не буду. У меня есть оригинальное решение. Если еще появятся трупы курителей смесей, то я, Михей, начну калечить твоих гоблинов. Можете составлять список очередников. Только не надо нас пугать, капитан. О! А ты сладкий. Можешь стать наглядным пособием. Ты чего, мил? ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Стоять! Ты чего творишь, Михалыч? Он что, новенький? Михей, а тебе я оставлю на десерт. Ты копи деньги, потому что инвалидность штука затратная. Зря ты так, капитан. Вот не советую. Советы будешь давать в рубрику сделай сам. Михей, я тебя предупредил, ты меня услышал. Выбор за тобой. А ты меня услышал? Пошли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Барышня, я прошу прощения. А вы всегда так паркуетесь? Ах... Простите, пожалуйста, я на минуточку сейчас вернусь. Да в самом деле, ну переставьте машину. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не ругайтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Зачем вам мое имя? Меня зовут Кристина. Вы же больше не середитесь? Такой, видно, мужчина просто не может обидеть женщину. Вы же не будете возражать? Хорошо, не буду. Я просто хотела на минуточку забежать в аптеку и совершенно не хотела доставить вам неудобства. Ну, знаете, как ни странно, но я тоже в эту же аптеку. Замечательно. Значит, наш маленький инцидент исчерпан? Я думаю, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так как вас все-таки зовут? Вадим. Здравствуйте, Вадим Павлович. Сейчас я позову Ольгу Яковлевну. А, да. А вы здесь работаете? Я поставляю лекарства сюда. Так вы совершенно бесценный человек. Вы знаете, моей маме нужно одно лекарство. Желудочное, швейцарское. Я забыла. Вы мне поможете? Я думаю, да. Вы замечательный. Вадим. Вадим Павлович! Заявочку примите от нас, пожалуйста. Спасибо. А так, Кристина, вы что-нибудь будете покупать? А вы знаете, у меня появилась замечательная идея. А что, если нам отложить ненадолго заботу о здоровье и попробовать его немножечко расшатать? Ну, я еще занят. Вы знаете, у меня тоже дела, но часа через два я думаю освободиться. Вы как? Ну, так все неожиданно. А отказы не принимаются. У вас есть визитка? Есть. Давайте. Ждите звонка. Я поехал, всего доброго. До свидания. До свидания. Коша сюда. Алло, Тамарочка. Здравствуйте. Ольга Яковлевна. Угу. Знаете, у меня для вас неприятная новость. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда ты столько готовишь? Не съедим ведь. Мобилизую внутренние резервы. А вообще, иди и телевизор посмотри. Не хочу. Ну, иди погуляй. Да не хочу я. Ты прям как беременная. Обхохочешься. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это кто? Почтальон, наверное, ты последи за духовку, я открою. Сама последи. Ну, здравствуй, почтальон. Чего надо? Здравствуйте, Елена Андреевна. Я к Маше. Писем не ждем. Сами не пишем. Так что до свидания. Я же сказал, я к Маше. Это вам. А ты куда? Василий, ты что, собираешься драться с беременной женщиной? С вами драться, любимая и чёщая. То же самое, что подписать себе смертный приговор. Мало того, что вы на меня порчу нашлюте, так еще и Александр Михайлович потом за ноги подвесит. Маша! Маша, я пришел. Маша, ты все-таки прорвался. Маш, держи свой гербарий. Это тебе. Мать, перестань бросаться на абразуру и поставь цветы в воду. Ты проголодался? Очень. Смотри, как оголодал-то. Что, родителей тоже из дома выгнали? Никто меня никуда не выгонял. Я просто сначала на диете сидел, а потом экономил. Вот, правильно. Васечка, семье средства сэкономим. Васечка, то есть сдаем позиции. Ты эту свою оборону долго собираешься держать, а? Сколько понадобится? А у Александра Михайловича ваша фотография в ящике стола. Знаете ли, иногда открывает, посматривает. И что? Часто смотрит? М-м-м, так. Чтоб никто не видел. Смешно. Знаешь что, смешливый ты наш. Поел? Шуруй в комнату. А чай? Васечка, я тебя принесу. А потом мы спать уляжемся, я устала очень. Смотреть тошно. Ну, не смотрела бы. Вот позвонил папе, может, тошнота бы прошла? Иди. Тебя Васечка ждет. Предательница. Смотреть, как и раз. Да, это не верно. А вот что будет. Иди. Нередко. Я не знаю, что-то так же. Девочка. Ты что-то берешь. Ну, ну, да. Понько спасла тебе. Понько спасла тебе. Тебя. Смотри. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тома, а ты чего не спишь? Не спится. Почему так поздно? М-м-м, скорее, рано. Колька Каскадов звонил. Помнишь его? С твоего курса? Угу. Он тут проездом был, он какие-то дела по строительству. Ну, вот и пригласил встретиться. Тебе, кстати, привет от него. Ну, с наилучшими пожеланиями. Спасибо. Ты его на поезд проводил? Куда он направился? Что? А, нет, он в машины поехал. Ну, в смысле, его повезли. Слушай, я с ног валюсь. Пойдем спать, а? Иди один. Только душ сначала примять тебя табаком. Пахнет. Я позже приду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет. Сегодня обычный будничный день. Ух ты! А в связи с чем изобилие-то? Я к Машке вернулся. Ну, слава тебе, Господи, свершилось. СМЕХ Сань, доставай тару. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну-го, самое время. Спроси у Васьки, какие он слова Маше говорил. Может, пригодится. Посмотрим. Иди дверь подопри. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мой шеф принимает клиентов. Посмотри, что делается. Неужели идет бизнес? Да, работаем потихоньку. Ладно, а чем порадуешь? У Михея в промзоне оборудован склад Спайса. Вот адрес. Товар туда завезли сегодня ночью. Днем будут раздавать по дилерам. Слышь, ты куда все время уходишь? Мой греческий друг. А не будет ли там снова подставы, скажем, в виде противопехотной мины? Я не знаю, чем вас там порадуют. Единственное, что могу сказать вам абсолютно точно, что товар там. Пока. Там. Ну смотри, сюрпризы я люблю делать сам. Господин полицейский, заплатить бы хорошо за информацию. Чего? Твой шеф еще за прошлые долги не рассчитался. Это не мое дело, это ваши с ним дела. Я выполнил работу. Ну ладно, подходи вечером. Я тебе квасу куплю. СМЕЕТСЯ И все-таки вы хам. Чего? Господин полицейский. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Алло, Грибаныч, ну что, я приглашаю тебя на прогулку. И захвати с собой пулемет. О, знакомая машинюшка, я обманул Грек. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, работаем? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, Николсон, да куда? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Стоять! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Стоять! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здорово, братва. Что делаем? Помощь нужна? Да обойдемся. А у меня все равно свободное время. Ну что у вас тут? Вот ты смотри! Еще даже не фасовали, да? Ну что, ребятушки, сегодня ваш день. Ой! И ты здесь, сладкий. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Больно! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сань, помощь не нужна? Сейчас Николсон сменишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На, держи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ух! А ты чего, Губа, в сторонке стоишь, а? Не в форме? Жалко. А то я бы тебе такой макияж сделал. Да я так-то в курсе, какой ты гример. Ну что теперь? Что теперь? Что теперь? Развлекаться будем. На! Бери коробки. Лежать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Губа, ты как? Курящий? Доставай зажигалку. Нет. Колеса прострелю. Вот молодец, напрягся и нашел. А теперь поджигай. Помним про колеса, Губа. Давай-давай-давай, пошел. Смелей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! Умничка! Мальчишки, а чего глазами хлопаем? Несите весь продукт. Веселей, граждане бандиты. Хорошо горит. Михалыч, ну мы же это месяц тут жесть будем все. Попробуй все не сжечь, я проверю. Михею передай, это была первая акция. Продолжение следует. Передам. Ну что, разбойников будем задерживать за сопротивление? Че, их на себе что ли тащить? Пусть побегают еще. Веселей! Куда собрался, Вадик? В налоговую. Надо кое-что проверить. Буду поздно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тамара Георгиевна, как я понимаю, вы полагаете, что ваш муж вам не верен, так? Да. Прекрасно, прекрасно. И желаете получить доказательства его неверности, я правильно понимаю? А для чего, по-вашему, я сюда пришла? Да, да, конечно, конечно. Извините, просто мне нужно получить четкие ответы, чтобы у нас не возникла недоговоренность даже по мелочам. Ну хорошо, спрашивайте. А у меня, собственно говоря, по существу уже вопросов к вам и нету. Если вы согласны с суммой оплаты нашей работы, если вас устраивает... Устраивает. Вот и отлично. Тогда я вас очень прошу, значит, выдайте аванс и подпишите заказ на выполнение детективных действий. Спасибо большое. И аванс, пожалуйста, будьте добры, аванс. Как скоро я могу ждать результата? Ну, результата вы можете ждать денька через три, я думаю. Если мы справимся раньше, я, безусловно, вас навещу. Пожалуйста, это вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клиент идет. Снимайте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тамара Георгиевна, я принес вам доказательства на Вадима Павловича. Вот фотография. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот как-то так. Если у вас есть дополнительные задачи, я готов вас выслушать. Нет, спасибо. Я удовлетворена. Вот остатки вашего гонорара. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Я возьму апельсинчик. Извините. Спасибо большое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что без пива? Без пива только на автобусной остановке сидеть. Вон тебе пиво. Что нового? Да новость сегодня только одна. Но хорошая, жирная. На ней подзаработать можно. По новости и оплата. Рассказывай. Есть баба одна. У нее и у ее мужа. Ну, с Михеем там. Замутки вообще имеются. В общем, она, эта баба, на Михеевских с заказом вышла. Ну, не напрямую, понятно. Что за баба? Кого заказала? Пятачок зашлите, товарищи. Короче, баба эта мужа своего заказала. Фамилию ее сам узнаешь. Они с Михеем аптеками занимаются. Лекарства сюда фурами завозят. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Немедленно одевайте пиджак, вам надо ехать. Юандрос, ну в чем дело? Как ты себя ведешь? Ты видишь, я пью кофе, я отдыхаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Потом отдохнете. Хорошо, если не на дарах. Что случилось? Я только что узнал, что наша клиентка Казанцева уже заказала своего мужа. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот шустрая баба, а! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А мы следили за ним по ее указаниям. И чего теперь? Немедленно поезжайте к Казанцеву и заберите ее экземпляр договора. Чтобы если что-нибудь случится, ваше имя никак не было связано с ней. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Точно. Это... Чашку поставьте. Что? На блюдце чашку поставьте. А, да. Петрячок, пожалуйста. Петрячок, я понял. Да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Идите. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Тамара Георгиевна! Тамара Георгиевна! Тамара Георгиевна! Вы спите? С вами все нормально? Папа! Господи! 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 Дядя-дядя! СТУК В ДВЕРЬ 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 Дынин! А что у тебя с лицом? Ты с случаем не заразный? Александр Михайлович, у меня проблемы. Что, в бизнес не пошел? Я тебе говорю, твое призвание не сыск, а стук. Что ради я за тебя должен работать? Гонорар все равно не получу. Александр Михайлович, у меня появился труп. Да? Какая неприятность? Я пошел к своей клиентке, чтобы расторгнуть договор. А она оказалась застреленной. Неудачный визит. Договор, конечно, не забрал. Нет. Зато там наследил. В смысле? Отпечатки пальцев. У тебя вон кровь на лбу. Ты ее трогал? Нет. Да нет. Ты хоть представляешь, какую задницу ты можешь присесть? Александр Михайлович, ну что мне теперь делать? Так, на у тебя бумажку, ручку, излагай все четко, быстро и подробно. И с предысторией. Потом дуй домой и жди моего звонка. Вперед! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Привет. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Балабин, а ты что здесь делаешь? Грушевич, вообще-то воспитанные люди сначала здороваются, а потом грошит мне цена, если бы я не знал, что происходит на моей территории. Может, поделишься подробностями? Балабин пригодится. Ну а чего не поделиться-то? Хозяйка дома была застрелена около трех часов назад. Ой, как я умолся, так шустренько. Позвонила женщина, сказала, слышала выстрелы и крики. Убийца явно не профессионал, отпечатков понаставлял Любу дороги. Вон, на дверной ручке даже кровушкой наследил. Да по комнате натоптал штиблетами. Очень хорошо. Думаешь, бытовуха? Скорее всего. Сергей Сергеевич. Что там? Ну-ка, ну-ка. Опа. Покойница пользовалась услугами частного детективного агентства. Договор был составлен вчерашним днем. Ты понимаешь, домик-то сытый. Слушай, Балабин, не путался бы ты под ногами. Работай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дынин, можешь еще соображать? Хорошо. Значит так, сваливай быстро с квартиры и спрячься где-нибудь хорошенько. Со своего телефона мне не звони. Звони с чужих номеров. И сиди, не рыпайся. Я сам тебя найду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Посмотри в карманах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Замечательно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сергей Сергеевич. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот это уже интересно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА